13 июня Каспийск во второй половине дня накрыла стихия. Мощный ураган с ливнем и шквалистым ветром. Жители и гости города стали свидетелями и песчаной бури. Во время шторма в воде на Сапах остались четверо подростков. Неравнодушные каспийчане, 21-летний Рашид Кахиров и 18-летний Умарта Жудинов не растерялись и принялись спасать ребят. Туча большая была, но было интересно, хотели поснимать ее, она была большая, но тут такой нету. Ну почти на все небо телефоны достали, все снимали, веселились как-то, ничего не предвещало беды. И она все приближаться стала, такая более черная, становилась такая коричневая. Я не думал, что что-то вообще будет. И в один момент, когда снимал, у меня от ветра телефон с рук вылетел. В этот момент все на пляже как-то суету поймали, кто-то убегать начал, кто-то вещи собирает. Как видите, вон там бананы есть, они все улетать стали. Пацаны, которые здесь работают, стали как-то имущество собирать. Я им помогал эти бананы держать, потому что оно вместе со мной его носило. Пока его к катерам привязали, повернулись, а там сапы были, вот можете посмотреть, вот эти сапы. Один из сапов, короче, в небо взлетел и ребенок с него упал и поплыл на второй сап залезть вдвоем. Этот сап ту сторону уносить начало, и их, короче, как это, камням уносить стало. Рашид является студентом Волгоградской академии МВД. Приехал на практику в родной город и решил отдохнуть на берегу моря. По словам молодого человека, все произошло в считанные минуты, и временно раздумья не было вовсе. Ну, я тоже вначале думал, что сделать. И потом, когда они как-то отвлеклись, чтобы они за мной не побежали, я сам побежал, короче, в ту сторону. Жилет кто-то писал там в комментариях, почему жилет не взяли. Вообще мысли не было, жилет взять. Я подумал, что когда бежал, у меня сумка упала от ветра, у меня два телефона упало, тапочки, то, что я оставил, вообще улетели, до сих пор я их не нашел. В общем, вот такая экстренная, да, ситуация? Да. И я когда в ту сторону бежал, смотрю, детей в ту сторону уносит и как-то назад отталкивает. Они плывут, там два ребенка стиль на одном сапе, но он не может одной этой грести. Я вначале забежал, я ему кричу, плыви, он говорит, я не могу, я устал, говорит, я говорю, ну ногами пытайся плыть. Нет, я не могу, говорит. Я дальше начал заходить, уже по горло, я ему кричу, плыви, говорю, сюда. Он говорит, я не могу, я устал, говорит. И уже сидят оба, и в этот момент кто-то сзади ребенок начал молитвы читать и заплакал. Блин, вот в этот момент как-то и мои мысли пропали. Я заплыл, вплавь попытался доплыть до этого сапа, за сап зацепился и меня с ними уносить начало. Ну, задних мыслей уже не было, я как-то пытался выплыть, потом говорю, спрыгивайте им обоим. Один, видимо, неправильно понял, спрыгнул и тонуть начал. Пока его за жилет взяли сюда, уже второй пришел, Умар, который был, он начал мне кричать, зачем ты без жилета зашел и так далее. На помощь Рашиду поспешил его друг Умар. Он подплыл к сапу, и они вместе стали спасать подростков, двое из которых были на доске, других к тому времени уже отбросило камням. Пока я прибежал, он уже успел вытащить одного человека, и мы пошли, получается, за другими. Зашли в воду, и один залез на другой сап, уже вдвоем на одном сапе плыли, доплыть не могли. Он взял, одного поймал, тот упал в воду, начал дергаться, захлевался водой, он закинул его на спину, и я тоже другого уже взял за руки, его сап, и мы вот так потихоньку вытащили к берегу. Увидели, как остальные тоже забежали на камни и пошли уже за ними их тоже вытаскивать. По словам молодых людей, в их жизни это первый случай, когда они спасли жизни людей. Они считают, что любой другой на их месте сделал бы точно так же. Помимо этого, герои посоветовали отдыхающим соблюдать правила безопасности и помогать друг другу в подобных ситуациях.